Прости, что одел тебя в платье. Нам нужна была девочка. И? Я выгляжу расстроенным. Что она сегодня? Похоже на дом Донки Конга. Вот бред. Хочешь пива? Да, сэр. Это Йети? Так точно. Могу я поговорить об этом 45 минут? А разве у меня есть выбор? И ты выбрал эту футболку, джинсовую, с персонажами Warner Bros. в кармане? Да, это моя самая модная рубашка. Только с нелицензированными персонажами. Как дела, доктор? Бочка! 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 Что за страшный шум? Я пытаюсь всё купить на Амазоне. Бочка! Моя нога! Кажется, она сломана! О, нет. Следующий уровень. О, боже мой, погляди-ка. Новый пост от Бонни собрал 43 лайка. Тянет на новый рекорд. Хороший вид с пирса. Классно, но надо было написать хороший вид отсюда. Нет, нет, нет. Это потому что она на пирсе. А? Мне нравится. Чёрт, Питер, теперь у неё точно рекорд в Спунер-стрит. Подожди, я пишу Куагмиру и Кливленду, им надо увидеть. Понравилась Кливленд Браун Рокс и Гигити Глен Кью. Доктор сказал, я не смогу ходить неделю, так что тебе придётся следить за детьми. Но зато проведёшь с ними время. Ты рад? Нет. Нет, и ты знаешь это. Это что, щётка для гриля? Я оставил зубную щётку в отеле три года тому назад. Эй, детишки, я мистер Энди, я придумал очень интересную игру. Один прячется в сверхсекретном месте, а другие пытаются найти его. Назовём это, ну не знаю, прятки? А что об меня? Одна игра с тайной деятельностью, наблюдением и счётом? Я бы пошёл за этим мужчиной в ад. Не волнуйся, это всего на неделю, и следить за детьми не так и сложно. Статус в Фейсбуке всех моих одноклассниц говорит о другом. И ты знаешь, что я не умею заботиться о чём-то. Помнишь, как я потерял опеку над орхидеей? Пожалуйста, вы не можете забрать мою детку. Как часто вы её поливали? Каждый день. Каждый день? Я думал, это хорошо. Не так много. Что насчёт солнца? Я поставил её у переднего окна. Восточное окно? Это прямой полуденный свет. Ты монстр! Это того не стоит у Мелли. Почему таким Бог даёт, а... Мне и Молли. Ну ладно, кто хочет прятаться первым? Я! Я! Похоже, у нас есть первый маленький игрок. Я так рад, что тебя не уволили за то, что купал нас. Завтрак? Ты должен был готовить завтрак. А, да. Может, сходить куда-нибудь? А что, не справляешься? Нет, у меня всё схвачено. Глядите, Брайан и Сьюи уже одеты. Ай. Ну ладно, может, не совсем. А теперь пора разыграть наш последний приз на сегодня. Романтическую поездку в Вермонт. Питер, мы обязаны это выиграть, Вермонт. Это золотая жила Инстаграм-фоток. Я могу победить рекорд Бонни. Ой, с это дорого. Я свожу тебя в Беннаджерис. Мне к животу приклеено 600 долларов. 600 долларов? Продано. Других ставок не было. Могли взять и за 40. Вот так кончается эта сцена, дамы и господа. Но я отец. Я умею пользоваться только пылесосом. Я уже сделал себе тост. Мне не нужна твоя помощь. Папа едят первыми. Крис, что ты? Какая разница? Мы в Вермонте до воскресенья. Звоните, если сильно нужно, но давайте лучше без звонков. А можно очистить зубы? 60 секунд вместо полных 90. Ты чистишь зубы? Задрот. И помните, детишки, если что, вы можете включить систему безопасности. Да, а код отмены 6969. Пусть ваша мать это не делает, но может ввести. Ты легенда, пап. Выметайтесь. Тут граната. Добудешь обед получше. А у меня сэндвич. Не тот пакет. Наконец-то. Вот чёрт. Третий ребёнок. Эдей, Брайан. Можешь меня найти? Что за... Это что, говорящее покрывало? Это я! С ума сойти, да? Это новая игра. Называется «Прятки». Это как салочки, только без сломанных конечностей. Давай поиграем. Ладно, но как взрослый. Я буду прятаться только в кроватях, чтобы немного вздремнуть. Ты начинаешь, я считаю. Иди наверх. Воу! Я даже не думал прятаться наверху. Это всё меняет, как Твич. Нормальный голос. Играю в Майнкрафт. Очень тихо. Самый громкий голос! Довольно тихо. Обычный голос. Майнкрафт. Невероятно оглушающая громкость! Я не знал, что нужно брать. Молодец, папаша! Так мило! Хэштег «Танцуй, как папаша». И я машу не вам. О, все такие милые! Привет! Мы принимаем заказы за стойкой, но, кажется, у вас руки заняты. Что вам? Вы можете запихать черничный маффин в кружку и полить кофе? О, боже мой! Крутое место для пряток. Да, Брэй? Дети знают, что можно прятаться в закрытом холодильнике? Нет, никогда тут не прячься. Ты там дышал хотя бы? Нет. Хорошо, что ты меня нашел. Стюй, нет. Очень плохо. А это что еще было? Шлепок. Я тебя отшлепал. Это все? Брэйн, ты либо делаешь это нормально, либо не делаешь вообще. А то я не знаю, что это было. Вот и он. Как проходит неделя для отца-одиночки? И как на Галойс? Я не мечтаю, чтобы она ее потеряла, но... Вы будете говорить о своих детях? Вы сказали, я могу шариться в телефоне, когда вы говорите о детях. Я никогда так близко не видел мистера Куагмира. Он пользуется косметикой. Я думал, что неделя будет отвратной. Но люди везде такие приветливые и вежливые. Это потому, что ты одинокий папаша. Это ближайшее к герою, что люди обычно видят. Да блин, она опять за своем. Кто? Бонни. Как только я выложу пост, она выкладывает следом за ним. И что? И что? То, что это подрывает популярность моего поста. Как с Армагеддоном и столкновением с бездной. А, да, я помню это. Прямо после раненого ветерана или уродца с красивым голосом. Верно. Одинокая мамочка – это катастрофа. Но когда женщины видят одинокого папу, трусики слетают просто на ура. Я еще лгу, что Лоис умерла, чтобы получать бесплатные вещи. Что думаете? А какие именно вещи? Пироги чаще. Хорошие? Домашние. Это лучше, чем недомашние. Бонни часто врет, что я мертв. Но это не страшно. Главное – делись пирогом с Керби. Правда, малыш? Что за Керби? Твой сын Керби. Его зовут Стюи. А, а выглядит как Керби. Никто не выглядит как Керби. Представь, что ты снял свою главную сцену на вулкане, и тут – бам! Выходит – пик Данте. Еще раз, и я пойму. Ты только что закончил снимать отличный фильм про Прифонтейна, и тут – бам! Твоего лета обходит Крудо и с беспределом. Прости, я следил за двумя леди, держащимися за руки. Они только что поцеловались, и я был далеко. О, ты почувствовала? Это не превратиться в английского пациента, нет? Что это значит? Ну, знаешь, пациентка и медбрат – сильная связь. Интимная. О, может быть. Наши руки соприкоснулись, когда ты передавал мне пульт. Я знаю. Я лежала в кровати долгое время. Ты бы мог протереть меня губкой. О, правда? Почему бы тебе не начать с моего гипса? О, боже, твоя нога вся волосатая. Именно! Я не могу там бриться, потому что гипс намокнет. Посмотри на нее, нюхай ее! Нет. Вдохни поглубже, нюхай! Уроки выдувания стекла. Такая фигня идеальна для Инстаграма? Ну, хоть что-то она в рот берет. О, дружок, пахнет очень вонько. Ты кормил меня только курином филе, так что... да. Отец меняет подгузники. Отец меняет подгузники? Не кусайся, Эйден. Ох, я так измотан. Мы с Рупертом играли в прятки всю ночь. Часов до... 20. Я не шучу. Хочешь поиграть? Не сейчас. Я досматриваю Дом Дракона на кинопабе. Я вижу, как логотип Порнхаба отражается в твоих больших, мокрых, собачьих глазах. Ты остывчивый. Честно говоря, меня уже утомили твои прятки. Привет. Ты водишь серую Хонду Аккорд? Нет. Хорошо. Хорошо. Я Бэйки, а это мой сын, Сиджей. Вы одинокий отец, чья жена? Полметра под землей, да. Ну, пожалуйста, Брайан, только одну игру. Хорошо. Но никаких пряток в морозилке, в стиралке, в сейфе с давно забытым кодом. Нет, я теперь намного лучше. Может, даже лучший игрок в мире. Я пойду спрячусь. А ты считай до 20. Милфы. Неглубокая могила была дешевле. Может, мы устроим для детишек игровое свидание? Я знаю, как трудно быть родителем-одиночкой. Я приготовлю обед, надую батут. Согласен, согласен. О, Амелли, Наэль, у меня двухдневное окно в Париже, и я хочу включить вас в свои похотливые планы. Уи-уи. Да, и Виви со мной. Я на это и надеялся. Это будет отличный поход. Когда давно ты завела дома облачко? Это окно в потолке. Оно кусается? Хочешь пиво? Я могу приготовить закуски. Может, вытащу машину для попкорна для детей. Или мы не скажем им и съедим весь попкорн сами. Я серьезно, на самом деле. Похоже, это точно будет, да? Твоя оргия? Да. Мы можем поговорить о самолетах? Эх, я забыл, что вы, молодежь, не любите говорить о сексе на работе. Замени на секунду. Нужно проверить, упаковал ли я солнцезащитные очки пилота, который низводит нашу профессию до костюма на Хэллоуин. Продолжение следует...